Мы с вами рассуждали о дьяволе, о его стратегии. Я сказал вам о том, что у дьявола, по большому счету, 4-5 фокусов. И тысяча способов каждый из этих фокусов показать. Наша задача — научиться видеть сквозь его маску. Еще я сказал о том, что дьявол пытается что-то отвоевать у Бога. Вот первый способ действия дьявола. Собственно говоря, исторически именно этот способ был первым. Дьявол ставит под сомнение Божие Слово. И дьявол искажает Божие Слово. Посмотрите, пожалуйста, на вопрос, который задает змей в первом стихе, 3 главы книги Бытия. «Истинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Что за этим стоит? Дьявол как бы спрашивает. «Неужели Бог не понимает, как здесь хорошо? Неужели Бог запретил вам вкушать всех этих деревьев? Неужели Бог такой строгий и такой суровый?» Дьявол всегда поступает одинаково. И в этот момент он фактически ставит под сомнение Божий характер. То же самое он скажет и второму Адаму. То же, что он сказал в свое время первому Адаму, или первой Еве, в адамском саду. Второму Адаму, Иисусу Христу, он скажет, «Вкуси, поешь по собственным правилам, но не по Божьим, потому что Бог несправедлив». Иисус, он скажет, «Преврати эти камни в хлеба». Неужели Бог столь несправедлив? Да нет, конечно, ничего подобного он не говорил. Как же мы можем убедиться в истинности Библии? На этом фрагменте еще один из многих примеров. Неверующий человек может спросить, «А как же насчет всех остальных рассказов о сотворении? Ведь есть в древней литературе и другие рассказы о сотворении». Хорошо, почитайте эти рассказы. Почитайте и сравните с библейским повествованием. Самый популярный рассказ о сотворении мира — это рассказ Вавилонский. Большинство критиков считают, что книга «Бытие» как раз и написана в Вавилонские времена. Согласно вавилонской мифологии, был великий бог, которого звали Мардук. И была богиня, повелительница хаоса, Тилмонт. И они поссорились. И Мардук победил. Он убил богиню Тилмонт. И размазал ее тело. И из этого получилась земля. Мардук плюнул. И из его плевка появился мужчина. А потом плюнул мужчина. Простите меня, дамы. Из его плевка получилась женщина. Вот вам вавилонская мифология. И Моисей учился в Египте. И знал египетскую мифологию. Египтяне считали, что мир стоит на пяти столбах. По четыре по углам и один в центре. Ну а в книге пророка Исаии написано вам для сравнения, что Бог повесил землю ни на что. Говорят, ну что же, индуизм старше христианства. Знаете, во что верят индуисты? Они верят, что мир стоит на спине слона. А слон стоит на спине черепахи. А черепаха плавает в космическом море. Прочитайте другие повествования. И сравните их с библейским. Как только не пытается сатана поставить Слово Божие под сомнение. Но, прочитав другие рассказы, мы понимаем всю их несостоятельность и всю духовную бесполезность. И напротив, читая Библию, мы видим самих себя. Прочитайте памятники древней литературы, и вы не увидите в них себя. Или, по крайней мере, даже если увидите, то духовно это вам не поможет. Да, например, в Илиаде или в Одиссее вы найдете что-то интересное, занимательное, но духовно оно вам никак не поможет. Сердце не коснется. В смятении же Евы мы видим самих себя. И в проигрыше Адама мы также видим себя. Далее дьявол предполагает нечто совершенно ложное. Дьявол предполагает, что Бог поставил неразумные ограничения, что Бог хочет лишить нас всякого удовольствия. На замечание дьявола женщина отвечает, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Обратите внимание, женщина искажает Божие Слово. Она добавляет еще одно правило. Бог не говорил, что к плодам нельзя прикасаться. Да, есть их действительно нельзя. Я даже не говорю, что был смысл к ним прикасаться. Я говорю о том, что Ева искажает слова Бога. Потом еще один духовный урок, урок легализма, урок законничества. Первая же цитата, когда женщина что-то говорит, это цитата законническая. Что же такое легализм? У легализма есть три отличительные черты. Легализм — это наша попытка составить правило, которого в Библии нет. Именно так и поступила женщина. Она предложила правило, которого Бог не говорил. Вторая особенность легализма. Мы требуем от других, совершенно необоснованно требуем, того, чего от нас Бог требует, обоснованно. Я миссионер. Я пастор. От чего-то я должен отказаться. Не будь я миссионером, не будь я пастором, я бы от этого не должен был отказываться. В послании Акова, третья глава, говорится о том, что учителя подвергнутся большему осуждению, чем те, кто не занимается учением. Поэтому я стараюсь, хотя у меня не всегда, далеко не всегда это получается, я все равно стараюсь держаться более высоких стандартов. Но я не имею права навязывать этих стандартов другим людям. Особенно, если мои требования не содержатся в Библии. Но самый центр, самая сердцевина легализма заключается в следующем. Легалист, законник, законника больше радует то, чем он жертвует ради Бога, чем то, чем Бог пожертвовал ради меня. Иными словами, я, легалист, радуюсь тому, что я дал Богу, что я сделал для Бога, забывая о том, что Бог сделал для меня. Вот это сердцевина легализма. Здесь перед нами начинается легализм. Легализм, законничество, ни к чему хорошему не приводит. От греха оно не удержит. Именно об этом говорит апостол Павел в послании к Колоссиным. Нам кажется, что составишь новые правила и не будешь грешить. Нет, ничего подобного. Грешить все равно будешь. Она уж точно согрешила. Четвертый стих подходит к самой сути этого искушения. «Нет, не умрете», говорит змей-женщине. Сначала он поставил разумность Бога под сомнение. «Как, неужели Бог вам все запретил?» Об этом говорит змей в первом стихе. К четвертому стиху он называет Бога лжецом. Есть люди, которые говорят, что все религии, в принципе, учат одному и тому же. Все религии, в большей или меньшей степени, ну, примерно истинны. Нет, не может такого быть. Кто-то прав, а кто-то неправ. Более того, кто-то лжет. И самый главный раздор, самый главный спор по поводу сущности смерти. Что же приводит к смерти? И что определяет наше состояние после смерти? Этот спор между Богом и дьяволом о смерти, этот спор продолжается в мире и сегодня. Сегодня есть люди, которые готовы взорвать самих себя для того, чтобы погубить и вас, и меня. Они готовы на самоубийство, они готовы взорвать самих себя, потому что считают, что если, умирая, они погубят, убьют христиан, то им гарантировано вечное блаженство. Кстати говоря, их представление о блаженстве чисто мужское и сексуально ориентированное. Они верят в это столь же свято, как я верю в воскресенье. И во многом они своему хозяину служат куда лучше, чем я служу своему повелителю. Они уверовали в богословие смерти их хозяина. Они поверили, что определенный способ смерти приведет к определенной жизни после смерти. Но вот что важно в христианстве. Суть христианства не наша жертва для Бога. Суть христианства это Божья жертва, которой мы доверяем, на которую мы уповаем. Наша уверенность в вечной жизни не от того, что мы осознаем, как много мы отдали ради Бога, а от того, что мы осознаем, что Христос положил жизнь свою за нас. вот эта жертва, которой мы доверяем, вот эта жертва, на которую мы уповаем. Но змей идет против Бога. Он говорит, Бог не разбирается, Бог говорит неправду. Я научу вас жить, кричит сатана. Я научу вас, как сохранить жизнь. Грех входит в мир, по крайней мере, в человеческое творение, потому что в ангельское творение он вошел уже раньше. И в каком-то смысле он вошел уже и в животных. А сейчас, в третьей главе, он входит в человека. Несколько слов скажу об ангелах. Ведь сатана это тоже ангел, правда, падший ангел. Скажу также несколько слов о животных. Очень часто спрашивают, как же все это случилось, как сатана вошел в змея, почему змей был проклят. Бог не отвечает на эти вопросы. Бог не рассказывает чужие истории. В книжках Льюиса о хронике Нарни есть замечательный эпизод, когда Аслан, подобие Христа в этих книгах, напоминающий нам о Христе, великий лев Аслан вращается к детям и говорит, я расскажу вам только вашу историю. Чужую историю я рассказывать не буду. Знаете что? Может быть, и для животных есть какая-то Библия. Мы только не знаем, где она. Мы не знаем, какая она. Эта Библия нам недоступна. Может быть, есть Библия и у ангелов. Мы только не знаем, где она. Мы не знаем, какая она, что это за Библия. Нам она недоступна. Мы точно знаем, что есть Библия для нас. Мы знаем, что есть книга, которая рассказывает нам нашу историю. Мы немножко знаем о тех созданиях, которые ниже нас, о животных, но мало знаем. Мы знаем о тех, кто несколько выше нас, об ангелах, но тоже не так много знаем. Нам рассказана лишь наша история. О нашей истории мы знаем много. Мы знаем ее в подробностях. Давайте ее читать, давайте ее изучать, давайте ее принимать, принимать к сердцу и не отвлекаться на историю животных, на историю ангелов. Придет день, когда все эти истории мы также узнаем. Но это не сейчас. Знаете, почему не сейчас? Потому что наша история еще не окончилась. Наша история продолжается. Возможно, будет еще одна Библия в будущем для кого-то еще. Возможно, в этой Библии будет упоминание и о нас. Мы же не знаем, что Бог сделает в будущем. Мы не все знаем. Наше дело читать и усваивать то, что сказано нам. Итак, главный раздор, главный спор заключается в том, что говорит Бог о смерти. Я постоянно говорю с неверующими. Для меня это радость, это моя работа, это для меня возможность. Иногда неверующие мне говорят, ну вот, когда я умру, будет вот так-то и так-то и так-то после смерти. А я хочу им сказать, откуда ты знаешь? Откуда тебе вообще знать? Какое право ты имеешь высказывать какие-либо суждения о смерти? Ты когда-нибудь умирал и ты вернулся из мертвых? Ты знаешь хоть одного, кто воскрес из мертвых? Я знаю. Имя Ему Иисус. Я знаю Его лично. Он мой Спаситель. Давайте верить в то, что открывает нам Бог, потому что дьявол будет лгать. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com В связи со второй главой книги «Бытия» я говорил вам о том, что самая важная истина в Ветхом Завете заключается в том, что весь Ветхий Завет указывает на Христа. И с этим большинство христиан согласны. Большинство христиан скажут, да, наверное, так. И так и есть. Дальше я говорил о второй по важности Ветхозаветной истине, с этим моим мнением большинство христиан, наверное, не согласятся, но я все-таки его повторю. Второе по важности в Ветхом Завете заключается в том, что Адам и Ева вкусили плод не от голода. Значит, я рассказал, что не от голода, но я не объяснил, почему, что не от голода, но я не объяснил, почему же они вкусили этот плод. А понять-то это важно. Очень важно. Адам и Ева вкусили плод, потому что уверовали ложному утверждению о Боге. Они поверили ложному утверждению о Боге. Они поверили, что Бог не разбирается в вопросах смерти. И они, ну, по крайней мере, уж точно Ева, потому что Ева была обманута по Писанию, они верили, что у Бога нечистые побуждения, нечистые мотивы. и поэтому Он скрыл от них плод от древа. Бог им сказал, не ешьте плод, я пытаюсь, я хочу защитить вас от смерти. Дьявол сказал им, что Бог не хочет, чтобы они ели плод, потому что хочет защитить самого себя. Он не хочет, чтобы кто-то становился равным ему. Он боится равенства кого-то еще. В пятом стихе змей говорит, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Значит, Бог не хочет, чтобы вы стали как Бог, как Он, и поэтому и запретил Он вам съесть этот плод. Дорогие мои братья и сестры, это не просто ложь, это противоположность истины, потому что сама цель Бога заключается в том, что мы стали как Он, особенно в том плане, чтобы мы знали, что такое добро, что такое зло, чтобы мы при этом принимали добро и отвергали зло. Бог не хочет, конечно, чтобы мы познавали зло на собственном опыте, именно этим путем мы пошли наши прародители. по-английски. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok